20 июля 44 года. Покушение на Гитлера в его ставке Волчье Логово провалилось. Фюрер жив и жаждет мести. Около пяти тысяч заговорщиков казнены. Среди них 19 генералов, есть послы и дипломаты. Но один офицер, благодаря этим трагическим событиям, сделал головокружительную карьеру. Это был Отто Эрнст Реммер, который тогда был всего лишь майором. Он вдруг стал командовать бригадой в сопровождении самого фюрера. В начале 45-го эта бригада была развернута в дивизию, а ее командир Реммер превратился в генерал-майора Вермахта. Согласитесь, блестящая карьера. Казалось бы, этот человек безраздельно был предан Гитлеру. Но после войны в Западной Германии Реммера, убежденного националиста, вдруг начинают обвинять в связях с советской разведкой. Документы, я думаю, засекречены. Берия, скорее всего, курировала. Все там засекречено, но взгляды прямо не совпадают. Советское руководство присматривалось к подобным политическим силам. В судьбе Отто Реммера немало и других загадок. Говорят, бывший генерал-майор Вермахта после окончания войны работал не только на советскую, но и на некоторые другие разведки. Он проявляет достаточно большую активность в Сирии, также участвует в различных схемах поставки оружия, не только в Египет, но и в целом в Африку. Сегодня мы проведем собственное расследование и попробуем разобраться в перепитиях весьма бурной судьбы одного из приближенных фюрера. Правда ли, что командир его личной охраны Отто Реммер стал агентом КГБ и даже получал деньги от наших чекистов на нужды созданной им имперской социалистической партии? По какой причине его политическая организация была все-таки запрещена ФРГ? Наконец, почему политик Отто Реммер так резко возненавидел Америку и за что уважал Россию? Вопросов немало. Давайте искать ответы на них вместе. Смотрите прямо сейчас. Почему Лаврентий Берия заинтересовался фигурой Отто Реммер? Как известно, Берии, когда его уже разоблачили в 1953-м, это вменили в вину. За что канцлер ФРГ Конрад Аденауэр ненавидел Реммера? Реммер признал, что он посылал своих людей к ним и называл кого? В Панков. Но кто читает между строк, все понимает. В Панкове находилась резинтура наших советских спецслужб. Как складывалась судьба бывшего генерал-майора в 70-е? Кому он продавал оружие на Ближнем Востоке? И почему умер вдали от родной Германии, как изгнанник, лишенный Родины? Конец 40-х. Вторая мировая война закончилась. Но набирает обороты новое противостояние. Холодная война, которая в любой момент рискует перерасти в горячую. Страны Запада во главе с Соединенными Штатами угрожают Советскому Союзу. В Америке разворачивается печально знаменитая охота на ведьм. Гонением подвергаются не только коммунисты, но и многие деятели искусств с левыми взглядами. Даже в Чарли Чаплине подозревают красного агента. На этом фоне в политической жизни Западной Германии появляется новый заметный игрок. Лидер имперской социалистической партии Отто Реммер. Сама партия – это личный проект Реммера. Другое дело, что были люди, которые оказывали ему помощь и в руководстве, и в финансировании. Успех этой партии, он во многом произошел из-за деятельности, из-за того, что Реммер был фронтменом этого движения. Его партия быстро становится популярной. Харизматичный лидер славится антиамериканской риторикой. Пока немцы и русские уничтожали друг друга, американцы и англичане жирели и богатели, утверждает Реммер на встречах с избирателями. Властям ФРГ такое не по вкусу. Да и их главным союзникам-американцам тоже. Но откуда появился этот новый политический лидер? Его звезда в Третьем Рейхе взошла стремительно. 20 июля 1944 года в Ставке Гитлера «Волчье логово» прогремел взрыв. Заговорщикам во главе с полковником фон Штауфенбергом удалось пронести в Ставку взрывное устройство. Но счастливая случайность – портфель с бомбой задвинули за массивную тумбу стола – помогла спасти жизнь фюреру. В первые часы полной паники и неразберихи был запущен план «Валькирия», который регламентировал действия всех служб и ведомств страны в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Заговорщики попытались использовать «Валькирию» в своих целях. То, что фюрер жив, тогда, кстати, еще никто не знал. Согласно этому плану, командиру элитного караульного батальона Отто Эрнсту Рэмеру предстояло блокировать весь правительственный квартал в Берлине. Около шести вечера один из заговорщиков, военный комендант Берлина, генерал-лейтенант Пауль фон Хазе, вызвал к себе командира батальона охраны «Великая Германия» майора Отто Эрнста Рэмера, который тогда еще ничего не знал о заговоре. Причем Рэмер об этом не знал. То есть он находился в полном совершенно неверении. Он просто командовал своим батальоном. Он был, в общем и целом, убежденный сторонник фюрера. Он был не член партии, потому что военные, кадровые военные, они не состояли в партии. Нельзя было. Комендант Берлина сообщил Рэмеру о смерти Гитлера и приказал ему, согласно плану «Валькирия», отцепить правительственный квартал и связаться с министром пропаганды Геббельса. Отто Эрнста Рэмеру и предназначалась такая важная миссия по аресту как раз-таки Геббельса. Он, надо сказать, поначалу выполнил приказ, отправился в министерство пропаганды, но дальше события пошли чуть-чуть не по сценарию заговорщиков. Главная черта заговорщиков, что они, в общем и целом, рассчитывали на какую-то непонятную авось. Что вот вдруг неожиданно все подчинятся, и все получится. Ничего не получилось. Позже этот момент вошел во все фильмы о, пожалуй, самом знаменитом покушении на Гитлера и попытке переворота в Германии. В кабинете Геббельса произошла эффектная сцена между министром пропаганды и Рэмером. Я майор Рэмер. У меня есть приказ арестовать доктора Геббельса. Кто меня хочет арестовать? Я получил приказ военного коменданта Берлина. Майор! Я еще рейхсминистр. И без фюрера никто не может меня арестовать. Фюрер убит. И, как мне сказал военный комендант, отныне вся власть переходит к новому канцлеру. Нет, майор. Фюрер жив. Звездный час Отте Рэмера пробил. С легкой руки Гитлера он в одну секунду стал полковником, минуя звание подполковника. Без промедления Рэмер мчится давить гидру, уничтожать мятежников, которые осмелились поднять руку на фюрера. Рэмер, учитывая, что его караульный батальон был единственной вооруженной силой, он быстро приехал на Бендерштрассе, где находился военный министерство и штаб заговорщиков, и всех их арестовал. Ну, что могут сделать там десятка-два офицеров, даже меньше, против кадровых солдат, таково, дону офицеров. То есть без потерь все это обошлось совершенно. Он ликвидировал вот этот вот заговор 20 июля 1944 года. Жесточайший был человек, который действовал именно с воинской дисциплиной, который давал присягу, который был убежденным, абсолютно непоколебимым нацистом. Он арестовывал не только тех, кто был непосредственно причастен к неудачной попытке и покушению Шталфенберга, он арестовывал всех, кого только можно было, в том числе и нескольких генералов, которые так отдавали ему смутные приказы. Он их тоже записывал в заговорщики. Кстати, Сталин осудил заговорщиков. Зачем же ему нужен был живой Гитлер? В конце войны он даже приказал отменить уже практически подготовленное советской разведкой покушение на фюрера. Сталин был уверен, что уцелевший Гитлер в 1944-м помог Германии проиграть войну, а СССР ее выиграть. Если бы в 1944-м Гитлера убили, то это могло бы привести к сепаратному союзу Германии с США и Англией, который обернулся бы новой войной. И Рэмер своими решительными действиями невольно помог Сталину. Современники называли его идеальным арийским солдатом. Вот Рэмер был абсолютно предан нацистским идеям. Военная служба была для него трамплином в лучшее будущее. У него была очень цель, естественно, пробиться в жизни. И он решил выбрать для себя очень хороший путь. Это офицер. Потому что в 1933 году, даже когда нацисты пришли к власти, Рэйс Верр пользовался очень большим авторитетом. Служба в армии – это вот для возможности, а она появилась в Веймарской республике, для лиц среднего класса вырваться из своего. Вот это и подняться, сделать карьеру. Причем карьеру не обязательно быть фельдмаршалом. Нет, совершенно. До майора, до Растии все прекрасно. Рэмер явно был не из тех, кто стремился отсидеться на тихой, непыльной службе в каком-нибудь сухопутном штабе. После начала Второй мировой войны он принимает участие в активных боевых действиях. Был ранен на поле боя 9 раз. Он принимал участие в польской кампании, позже сражался на Западном фронте. В 1941 году он участвовал в Апрельской войне, в агрессии Германии против Югославии. Но становление его как офицера произошло уже в годы войны с Советским Союзом. Границу Советского Союза он пересек в качестве ротного офицера одного из пехотных полков. Когда началась война с Советским Союзом, он был отправлен на Восточный фронт. Многие пытались этого избежать, но не он. И Ремер воевал. Он был именно военным. Я подчеркиваю, не в частях СС, не в каких-то карательных отрядах. Он был настоящим офицером вермахта. Сначала капитан, потом майор. И вот этот человек участвовал в очень многих боях на территории нашего тогдашнего Советского Союза. Он получил золотой германский крест. Это довольно приличная награда. Потом он получил рыцарский крест железного креста за Харьков. И потом снова над Харьковом он получил рыцарский крест дубовыми листьями. Награда очень приличная. С нашими наградами совершенно невозможно сравнивать. Это очень абстрактные параллели. Но это что-то в районе дважды героя. Успехи Ремера на Восточном фронте оценили по достоинству. С 1942 года он служил в 4-м батальоне пехотного полка Гросс-Дойчланд. Эта часть считалась элитной. Попасть туда было весьма непросто. Брали только лучших. В Берлине был оставлен запасной батальон этой дивизии. Который назывался караульный батальон Гросс-Дойчланд. Был 5-й батальон. Он охранял военные министерства. Какие-то там места. То есть тоже это люди, которые в основном стояли на карауле. Или несли патрульную постовую службу. Ну, военная патруль. Вот его, Ремера, отозвав в Берлин, майора Ремера, назначили командиром вот этого самого караульного батальона Великой Германии. После того, как Ремер подавил мятеж в июле 44-го, он попал под личное покровительство самого фюрера, который и назначил его командиром своего охранного батальона. То есть Ремер стал командиром бригады. Потом, в очень скором времени, эта бригада была развернута до дивизии, элитной дивизии. И Ремер получил генерал-майора. То есть вот в июле 44-го Ремер командовал батальоном и был майором, а к 45-му году он был генерал-майором и командиром дивизии. Причем дивизии сопровождения Гитлера. После окончания войны он попал в плен к американцам, а потом передан британцам. Два года Ремер провел в лагере, но потом был отпущен на свободу. Никаких обвинений союзники ему не предъявили, что, согласитесь, кажется странным. Как это можно объяснить? Все дело в том, что он, естественно, попал к американцам, к нашим западным союзникам. Ну, к нашим он... Попал бы он к нам в 1953 году, его были в 1955, его передали нацистской Германии как не амминистированного военного преступника, и ничего бы он из себя там не представил. Но он попал к американцам. И американцы, в общем, не нашли причин, что ему предъявить. Ремер воевал на Советско-Германском фронте. Что происходило на Советско-Германском фронте, американская команда не интересовала вообще. С точки зрения, как бы вот, если подойти к нему как к профессиональному военному, нам нечего ему предъявить, потому что он не нарушал присягу, он выполнял четко приказы, его руки не были замараны кровью с гражданских лиц, насколько мне, по крайней мере, известно, ни в каких карательных акциях, а он строевой офицер, храбро сражался. Получив свободу, бывший генерал-майор Вермахта вернулся в городок Фаррель, это Нижняя Саксония, и даже получил мирную профессию каменщика. Но строить дома для местных бюргеров ему было скучно. Если строить, то уж новую Германию с большим имперским размахом, так у Ремера и появилась идея создать новую партию. Ремера обвинили в неонацизме, хотя, скорее всего, он был имперским националистом, последователем Бисмарка, которого считал величайшим политиком в мире. А Бисмарк всегда был против войны с Россией. И он всегда считал, что Германия ни в коем случае не должна воевать с Россией. Германия никогда не должна, естественно, уступать своих интересов России, ни при каких обстоятельствах. Но конфликтовать с Россией не надо. Нужно с ней поддерживать добрососедские отношения. Ремер считал, что США, фактически создав ФРГ, исполнили свой план по уничтожению Германии. Теперь в новом миропорядке немцам предстояло стать безвольными марионетками американцев и сгореть первыми в будущей войне с СССР. По сути, ни за что. И многие немцы были согласны с этой мыслью. Зачем воевать за тех, кто разделил твою страну? Ремер развернул массированную пропагандистскую деятельность по противодействию американским планам. Среди пунктов программы этой партии был, например, такой, что, в общем, не следует ссориться с Советским Союзом. Наоборот, если выбирать будущий Германии союзника, то Советский Союз – это неплохой вариант. В прошлом нацист, верный сторонник Гитлера, человек, храбро сражавшийся под Харьковом с красными, пришел к идее не только мира, но и сотрудничества с Советским Союзом. Звучит невероятно, но это факт. Чуть позже Ремер вообще выдвинул совершенно нереализуемую для многих идею Герусии, этакого духовного альянса Германии и России. Правда, некоторые думают, что Ремер призывал объединить два государства в одно. Но это, конечно, не совсем так. Ремер никогда не высказывался о создании какого-либо союза с большевиками. Он был последовательным антимарксистом, и, как любой нацист, большевизм для него был красной тяпкой. Но Ремер исходил из того, и в этом его мнение разделяется очень многими специалистами-историками, что в свое время Германия, после отставки Бисмарка, резко поменяла свою политическую ориентацию, что в конце концов привело ее к краху. То есть Германия на разных этапах своей существования наиболее активно и наиболее продуктивно развивалась тогда, когда у нее были союзные отношения с Россией. Не с большевиками, а просто с Россией. Надо вспомнить в связи с этим то, что уже упомянутый Геббельс в 1945 году в своем дневнике написал примерно такую фразу, что да, конечно, Германия сейчас будет повержена, но пусть лучше ее завоюют большевики, которые, конечно, сделают наш народ нищим, но зато, если нас поработят западные союзники, они уничтожат саму душу немецкого народа. Так писал Геббельс. И, видимо, вот такого рода взгляды они действительно среди определенной части немецкого послевоенного общества были популярны. Взгляды Рэмера шли и вразрез с политикой Конрада Аденаура, который вел ФРГ железной рукой в сторону интеграции в послевоенную Европу. В октябре 1952 года партию бывшего генерала запретили. Официально из-за расовой нетерпимости ее лидера. При всех симпатиях к Советскому Союзу, при всех, значит, социалистических лозунгах все-таки они продолжали оставаться антисемитами, националистами, в общем, такими имперцами, реваншистами в конечном итоге, то, конечно, проблемы с немецкой юстицией у этой политической силы, конечно, возникли. И достаточно быстро. Уже в 1952 году ее просто запрещают как неонацийскую. Но, может, были и другие причины запрета партии Отто Реммера. 49-й год. Пригород Берлина – панков. После окончания Второй мировой войны в соответствии с решениями Ялтинской конференции этот северо-восточный пригород столицы отошел к восточной Германии. А неофициально здесь располагалась штаб-квартира наших спецслужб. Именно туда и пригласили представителей советских компетентных органов, набирающего популярность западно-германского политика Отто Реммера. Но лично на эту встречу он явиться не рискнул. Отправил доверенных лиц. Реммер признал, что он посылал своих людей к ним, не называл кого, в панков. Но кто читает между строк, все понимает. В панкове находилась резидентура наших советских спецслужб. Все это знают. Это было известное место, такое имя нарицательное. Зачем представители Реммера, на тот момент лидеры имперской социалистической партии, встречались с нашими чекистами? У историков западных спецслужб нет сомнений. Исключительно, чтобы обговорить денежные вопросы. У английских историков есть версия о том, что на каком-то этапе Реммер даже финансировался из средств Советского Союза. Большой интерес к германскому проекту Реммера проявлял лично Лаврентий Берия. Еще при жизни Сталина, он действуя по своим разведывательным каналам, вел подготовку создания единой демократической нейтральной Германии. Очень активно закидывались удочки и вообще на международной арене по поводу того, что Советский Союз готов к объединению Германии. Что это должна быть нейтральная страна. Один из ближайших сотрудников Берии, бывший начальник бюро номер один МГБ СССР по диверсионной работе за границей, генерал-лейтенант Павел Судоплатов вспоминал, что однажды шеф сказал ему в личной беседе «Нейтральная, объединенная Германия с коалиционным правительством укрепит наше положение в мире. Восточная Германия или ГДР станет автономной провинцией новой, единой Германии». Но, конечно, после смерти Сталина Берию в этом вопросе мало кто поддержал. Например, тот же Молотов был категорически против. Как известно Берии, когда его уже разоблачили в 1953-м, это вменили в вину. Ты что вообще делаешь? Что ты вытворял-то с этой Германией? Там забавный был курьез. Приезжает Ульбрихт и говорит, «Лаврентий Павлович, у нас вот через несколько месяцев там юбилей, там ГДР наш». Говорит, «Да через несколько недель может вашей ГДР и не будет существовать». Ну, Берию самого арестовали, не успели они решить германский вопрос. Наши чекисты, сведомо Берии, пристально присматривались к новым политическим силам, действующим в Западной Германии в конце 40-х. Отто Реммер с его антиамериканской риторикой явно попал в их поле зрения как весьма перспективный политик. Поэтому он сам и его партия могли рассчитывать на поддержку Советского Союза, в том числе и финансовую. Но получал Реммер деньги от чекистов или все-таки нет? Я и могу предположить, что, может быть, разово как-то его, возможно, и использовали, дав каких-то денег на, может быть, какие-то мероприятия, которые бы, конечно же, скажем так, ослабили влияние американцев в той же Германии. Перезоны поддержки были вполне понятны. То есть, неонацистская партия выступает тоже за объединение Германии, тоже за нейтральную Германию. Ну, так сказать, как пропагандистский лозунг вполне. Я, честно говоря, не могу вам сказать, и не знаю просто, сколько там давалось денег. Может быть, это были, так сказать, незначительные суммы. А потом, как там был факт финансовый. В общем и целом, Советский Союз, ну, Советские спецслужбы поддерживали эту партию, ну, потому что она действовала, в принципе, она действовала, в какой-то степени, в интересах Советского Союза. Реммер критиковал не только Америку. От него доставалось правительству Конрада Аденаура. Вот цитата из его интервью. Вопрос корреспондента. Не пытается ли Америка спровоцировать войну? Реммер. Если мы действительно придем к взаимопониманию с Россией, то Америке конец. Скажу вам откровенно. Правительство Аденаура взяло на службу всю команду Геббельса военного времени и назначило на посты в Боннском правительстве. В результате антикоммунистический подход доктора Геббельса продолжает существовать до нашего времени. Все они люди Геббельса. Он был публичный и не стеснялся говорить то, что он хотел. Он стал лицом партии. Поначалу Реммер с его товарищами по партии выглядел как отставной генерал на пышной свадьбе, не вызывая особой тревоги. Но уже после первых выборов ситуация резко изменилась. Партия, которая боролась, собственно, за возрождение фашизма, она вдруг на выборах получила огромное количество голосов. И ее представители даже прошли в качестве парламентариев в Бундестаг. Восемь человек. На третье, четвертое место она кое-где стала выходить. То есть, на круг она получила порядка 6%, но было два городишка небольших, где она взяла больше 20%. И это был шум. Она привлекла к себе совершенно ненужное внимание. Но таковы были, такой был Реммер, таковы были его братья-популисты, что они как раз этот успех раздули до совершенно неимоверных высот. После этого немецкие социологи прогнозировали имперским социалистам на будущее десятилетие верных 10, а то и все 15% голосов. Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр забил тревогу. Если бы она успехов не достигла вообще, то ее бы никто не стал запрещать. Аденауэр был совершенно реалистичный политик, и запрещать что-то, что его не раздражает, он бы не стал. Яркий, харизматичный лидер имперских социалистов становится опасен. Над головой Отто Реммера сгущаются тучи. В марте 52-го во время одного из своих выступлений он назвал лидера заговора против Гитлера полковника фон Штауфенберга государственным изменником и предателем Родины. За это на три месяца он попал в тюрьму. Но и после этого он от своих слов не отказывается. Поэтому бывшему генералу грозят дальнейшие репрессии и новые сроки заключения. И тут на помощь опальному политику решает прийти советская разведка. При ее содействии Реммер перебирается на Ближний Восток. Подкрыло к тогда еще большому другу Советского Союза президенту Гамалю Абдель Насеру. На новом месте бывший генерал вермахта становится довольно важной персоной. В Египте он был даже советником у президента Гамаля Абдель Насера. А в Сирии он создал скажем так целые схемы учреждений которые торговали оружием попадавшим не только сирийцам египтянам но и палестинцам. По некоторым данным в этом ему помогли и советские спецслужбы которые активно поддерживали палестинское движение сопротивления. Ремер довольно быстро из посредника сам стал оружейным бароном и перебрался из Египта в Дамаск. Еще будучи советником Насера он сошелся с лидерами алжирских борцов за свободу и договорился о поставках оружия им и боеприпасов. Сотрудничество с Алжирским фронтом национального освобождения сделало Ремера целью для секретной организации французской разведки в Алжире «Красная рука». Ее агенты убили нескольких его деловых партнеров. Ремер был вынужден скрыться. В середине 70-х он совсем отошел от дела. когда в Германии все немножечко утихает когда там забывают что же это за самый Ремер он возвращается в Европу возвращается в Германию и достаточно активно опять начинает участвовать в политической жизни страны. Ремер шокирует западно-германскую общественность высказываниями которые идут вразрез с официальной политикой страны. Его цель скорейший выход Германии из НАТО. Главной мыслью Ремера становится о том что Соединенные Штаты и в общем-то Великобритания используют ФРГ в своих интересах. Причем используют достаточно грубо жестко и рано или поздно это может привести к столкновению с Советским Союзом. По мысли Ремера Германии Западной Германии необходимо выйти из НАТО необходимо отдалиться от Соединенных Штатов Америки и начать взаимовыгодное сотрудничество с Советским Союзом. В 83-м году выходит главная работа бывшего генерал-майора Вермахта манифест германского освободительного движения. Он жестко критикует Америку, утверждает, что американцы никогда не были нацией и никогда ею не станут. Они лидируют только в производстве порнографии, дешевых развлечений, бандитизма и наркотиков. Да и вообще Америка социально отсталая страна, где процветает страх перед преступностью и безработицей. президент США Рейган считает Россию империей зла. Ну, а Реймер убежден, что Россия великая держава. У нее есть своя доктрина безопасности и им национальный интерес. Если рассматривать Россию с нацистской точки зрения, с националистической точки зрения, то есть не с точки зрения националистической теории Гитлера, а просто с точки зрения националистической теории, фашистской теории, то там народ, который, например, нацисты ставили на очень низкую ступень развития, а Реймер ставил на более высокую. То есть он считал, что славяне русские. Это, в принципе, нормальный белый народ, но что вот немцы и русские Они не должны конфликтовать. На Востоке существовала уже другая реальность, Советский Союз, а не Россия. И, конечно, думать о том, что можно сотрудничать с Советским Союзом и при этом не быть социалистическим государством, были наивны даже в то время. Тем не менее, Ремер достаточно активно педалирует эту тему. Он встречается с послом Советского Союза Валентином Филиным. В Западной Германии он постоянно общается с секретарем посольства. Соответственно, происходит обмен мнениями. Ремер отправляет в Москву свои книги, которые, помимо каких-то там таких уже озвученных геополитических идей, содержат жесткую критику заговора 20 июля 1944 года. Конечно, политическая активность бывшего генерала, который и не собирается на пенсию, многим в стране не нравится. Но дело даже не в его яростной критике существующего мироустройства. Ремер по-прежнему верен своим российским идеям. Во всех бедах человечества у него виноваты евреи. Наконец, он отрицает Холокост. Ставит под сомнение само уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Строптивого ветерана снова обвиняют в неонацизме. И у него начинаются проблемы с немецким законом. Четыре или пять раз он преследовался именно за свои антисемитские высказывания. И, соответственно, последний раз в 1994 году одно из его выступлений вынудило западногерманский суд приговорить его к 22 месяцам заключения. Естественно, Ремер уже не мальчик. Он понимает, что эти 22 месяца в заключении, наверное, просто так ему не дадутся. И он оставляет Германию. В середине 90-х Ремер нашел пристанище в Испании, благополучной и солнечной Малаге. Казалось бы, пора уже успокоиться и просто наслаждаться жизнью. Но нет. Бывший генерал Вермахта внимательно следит за новостями с Востока. Он переживает за развал Советского Союза, как большое личное горе. Политику Ельцина Ремер категорически не одобряет. И скорбит по тому былому, великому, могучему СССР. Именно тогда в его размышлениях снова возникает идея новой конфедерации России и Германии с одновременным поглощением периферийных государств Европы. А столицей нового государства немолодой мечтатель Отто Эрнст Ремер предлагает сделать прекрасный город Минск. Немецко-русского государства. Герусия она называлась. Ну, конечно, это все было мечты, фантазии. Но, тем не менее, Ремер писал в своих статьях научных, говорил об этом в речах своих, что Германия вступила в НАТО только ради того, чтобы подставить себя под первый удар, который Советский Союз им нанесет, когда американцы прикажут немцам вновь идти войной на Советский Союз. И это будет Третья мировая война. Ни в коем случае не осложнять отношения, быть ровными в отношениях с Россией. Германия требовала выдачи Ремера, но Испания отказалась пойти на этот шаг. Бывший генерал Вермахта, опальный политик, торговец оружием, который сначала по долгу службы ненавидел Россию, а потом ее горячо полюбил, ушел из жизни в 97-м. Ему было 85 лет. В современной Германии о нем почти забыли. Если и вспоминают, то исключительно как о ликвидаторе заговора против фюрера или злостного неонациста. Но в идее Хотта Ремера было немало ценного. Политический мечтатель, ратовавший за создание Геруси, лучше многих понял, в чем та самая непостижимая загадка России. Это прежде всего сила и защита своих интересов. Как утверждал Ремер, союз России и Германии необходим, так как будет служить истинным интересам двух великих народов. Может, в этом неугомонный генерал был прав? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok